Россия отреагировала на речь президента Литвы. Подождем, Дилфи, Литва. dilfi.lt, Литва. 27 сентября 2019 года. Президент Литвы Гита Нас на уседа в четверг вечером на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил об агрессии со стороны России, которая продолжает попытки дестабилизировать соседние страны. Продолжаются ужасающие военные действия России против Украины, заявил на уседа. В своем первом выступлении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент Литвы подчеркнул, что международное право часто является последним барьером, отделяющим наша страна от непредсказуемого и, следовательно, опасного хаоса. Он подчеркнул, что Литва решительно осуждает это продолжающееся нарушение международного права, и напомнил стране-агрессору, что она должна соблюдать положение Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и двусторонних соглашений с Украиной. Президент Литвы повторил, что страна будет и впредь поддерживать независимость Грузии и Украины, никогда не признает аннексию Крыма, равно как оккупацию Абхазии и Южной Осетии. Некоторые политические лидеры выдвигают идею создания нового геополитического пространства от Атлантического океана до Владивостока, в которое войдет и Россия. Идея интересная, но разве мы для ее реализации общую основу? У нас есть общие ценности. Ответ – нет. Минус. Сказал Науседа. Он утверждал, что страны должны не поддерживать союзы, в которых одни государства становятся субъектами истории, а другие – просто объектами. Россия по сей день не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие. Может ли это измениться? Да. Мы были бы первыми, кто приветствовал бы такие изменения. «Демократическая Россия, которая уважает международное право и суверенитет других стран», – подчеркнул Науседа. На такое заявление Науседа остро отреагировали в посольстве РФ в Литве. Ознакомились с речью президента Литовской Республики Науседа на 74-й сессии ГАООН, в которой значительное место отводится России. Изложенный набор набивших оскомину штампов применительно к нашей стране вызвал, признаем, чувство сожаления. Не вызывает сомнений, текст российской части выступления подготовлен специалистами, поднатыревшими на выстраивание и реализации жесткого антироссийского курса официального Вильнюса. Не случайно поэтому, что он выглядит скорее как своего рода манифест противостояния России по всем азимутам, дорожной картой, ведущей наши двусторонние отношения в полный тупик. А выбираться из него рано или поздно придется. Пока, правда, не ясно, кто с литовской стороны и когда займется этим. Подождем, говорится в опубликованном на сайте посольства комментарии. Комментарии читателей, Масяня Акак. Доверие Литвы еще, оказывается, надо заслужить. Науседа, тебе самому не смешно. Это звучит равнозначно тому, что мне надо было бы заслужить доверие тараканов в своей квартире. Со стороны не знаю эквивалента термину «банановая республика», но, по сути, ценность речи этого господина была равноценна выступлению вождя некоего племени о вещах, о которых он прочитал, подобрав в джунглях кусок старой газеты, использованной туристом за отсутствием туалетной бумаги. Мужу какой-то шакал жалуется, что лев не стремится завоевать его доверие. Вопрос, а зачем льву доверие шакала? И Аурис от мнения Науседа ничего не зависит. Трамп его уже не помнит и вряд ли знает о существовании такой страны. Он даже об Украине знает только потому, что они вмешались в его выборы и должны помочь выиграть следующее. Науседе надо вмешаться в выборы в США. Самозванец судя по ответу, Россия даже не отреагировала, а проигнорировала речь уважаемого президента Литвы. В следующий раз какой-нибудь клерк будет комментировать, даже не посол. Дмитрий хороший ответ зрелого государства. Мы действительно никуда не спешим, подождем пока политическая элита Литвы вырастет и выйдет из детства. Русас не выйдет. Кроме русофобии Литве нечего предложить и только за русофобию Литву подкармливают. Пока. Если аборигены начнут говорить иное, Литве конец, как и аборигенам. А так, они вымирают, но не так быстро пока. Георгиевский проспект России отреагировала на речь президента Литвы. Не стоило и реагировать на ничтожные события. Зачем обращать внимание на неадекватных? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.